Для отличников она нужна, а для двоечников совсем не нужна. Они у меня тут разные, есть пандемия. А вы, кстати, пишите в комментариях, что я упустила и не взяла в школу. Лови! Вариант на букву Ф. Я решила тоже попробовать закинуть вот это деревянное яйцо в этот стакан. Мне кажется, это нереально, это была какая-то подстава. Сейчас будем пробовать. Всем привет! Меня зовут Маша. Я очень много купила канцелярии, и поэтому уже нужно собираться к школе. Только не все так будет просто. Я тебе опять усложню задание, и тебе все это нужно будет делать по алфавиту. Строго в алфавитном порядке ты будешь готовиться к школе, вспоминать, что тебе нужно выучить, что тебе нужно взять с собой в рюкзак. Сегодня ты строго в алфавитном порядке должна все делать и готовиться к школе. Давай, что у тебя приходит первое в голову на букву А? Листики я тогда забираю. Маша будет алфавит называть, а вы его будете проверять. Итак, давай, Маша. Раз, два, три. Отлично! Аплодисменты! Теперь на букву Б. Чем ты собираешься заняться? Блокнот. Ты собираешься заняться блокнотом? Нет, я собираюсь посмотреть все свои блокноты, и один выбрать с собой в школу. И вот такие у меня есть блокнотики. Он вот такой переливашкой классный. Линейку. Есть вот такой еще зелененький. Он очень прикольный, у него зеленые листья. И вот такой самый маленький блокнот на резиночке с вот закладочкой. Я возьму самый маленький, чтобы там было легче шпаргалки писать. Маша, на букву В что ты собираешься брать с собой в школу? Алфавит повторила. Блокнот взяла. О, школу не хватает. Так, это все в рюкзак у меня не поместится. Нужно выбирать что-то одно. Есть вот такие вот жвачки-шарики. Такая вот большая упаковка муамбы. Вот такие вот жвачки-муамбы. Хариба, смотрите, сколько тут всяких вкусняшек. Ну точно у меня в рюкзак не поместится. Есть вот такая вот сладкая вата, которая превращается в жвачку. И фик-так гам. Первый раз такое вижу, поэтому я его возьму в свой пенал и буду жевать на урок. И еще возьму для упаковки сладкой ваты. Что же ты возьмешь на букву Г? Гуси, губка, губка Боб. О, гелевые ручки. У меня как раз есть вот такой вот набор гелевых ручек. Вау, тут реально какие классные цвета. Тут какие-то и неоновые, и с блестками, и с необычными, и черные. У меня навар, который пригодится на все случаи жизни. Так, на букву Д самое нужное в школе. Хотя для отличников оно не нужное, а для двоечников совсем не нужное. Это дневник. Вот такой у меня дневник. Ну, давай, бери. Да. А вы, кстати, пишите в комментариях, что я упустила и не взяла в школу. Что-то нужное. И что-то важное. Без чего в школе не обойтись. Ты собачки. Я вообще не знала, что взять на букву Е. И поэтому я провела прямой эфир, чтобы вы, не мои любимые подписчики, подсказали, что взять на букву Е, Ж и Ю. И вы мне подсказали взять какую-то канцелярию с единорогом. И я взяла... Это такое вот зеркало единорогом. Ведь зеркало в школе для девочки важнее, чем канцелярия. Ты права, хотя не очень. Ведь для девочки в школе канцелярия важнее, чем девочка. Правильно. Что ты берешь на букву Ж? Ж-ж-ж-ж... Вы мне подсказали в прямом эфире взять журнал. Для начала я не поняла, зачем мне журнал в школе. А потом подумала, хорошая идея, я могу вместо учебников в школе читать журналы. Журнал Пчелка для детей и их родителей. А другой журнал с модными новинками. Смотрите, сколько в этом журнале модных трендов. Класс, точно я его беру. Я взяла закладки. Смотрите, как меняется выражение лиц этих смайликов. И мне они нравятся. Еще также там есть таблица умножения. Я беру эту закладку. И вы знаете, что я устрою на букву И? Истерику. Уже два месяца. Лето позади. Остался один месяц. Вместо того, чтобы сидеть на море, я собираюсь в школу. Так, я уже успокоилась, и мы можем продолжать видео дальше. На букву К я возьму с собой карандаши. Да, у меня с ними не густо, поэтому придется еще снимать много видео, где я покупаю канцеляры. И на Л я, конечно, возьму свою любовь. Это необычные ластики. Смотрите, у меня тут есть фруктики, есть такая вот кукула, еще вот такие смайлики, косточка и черный ластик. А на букву М вы бы что взяли? Напишите в комментариях. А я возьму маркеры, просто не знаю, зачем они мне в школе, но я их всегда много беру. На букву М я беру ножницы. Возьму самые маленькие, чтобы места много не занимались. Дальше буква О. Что можно приготовить к школе на букву О? О. О. Нужно аж все равно на 1 сентября поздравить учителя. Тройточку подарить. О, самый лучший подарок, это тот, который сделан своими руками. На букву у меня есть агулу бокс, и там можно за 5 минут сделать крутой подарок. В этом боксе есть все необходимое. Есть ножницы, есть заготовочки, есть видеоинструкция, набор наклеек, клей. А как мы ее сделали, смотрите на моем инстаграм. И на букву П я, конечно же, возьму пенал. Так, пеналов у меня миллион. Это еще не все. С макаронсками, рыбой с блестками. Вот такой вот, тоже с блестками, которые в воде. Вот такой вот, обычный. И вот такой вот новый пенал, который я недавно купила. И мне он очень нравится. Я его и возьму. И, наконец, там настала буква Р. И я теперь могу взять рюкзак и все, вот это вот сложить тут. У меня есть рюкзак с третьего и с четвертого класса. Ну, этот, понятное дело, с третьего класса. А вот этот с четвертого, он тоже черный, но мне очень нравится. Поэтому я его и беру. Стики, стикерам, стики, стики, стикерам. Наверное, вы уже поняли, что на букву С у меня стикеры. Эти итальянские. Вот такие апельсинчики. Все у меня есть в такие вот милые панды. Поэтому я беру эти. Мне еще обычные стикеры нужны, панды. И как же в школе без буквы Т? В смысле, без тетрадей. Я очень люблю собак, поэтому все тетради у меня с собаками. На букву У. Учебники. И так как все учебники выдают первое сентября, у нас есть только вот такие вот английские. Маша, а ты знаешь, что возьмешь на букву Ф с собой в школу? Ну, у меня есть несколько вариантов, наверное. Лови! Вариант на букву Ф. Вот это поворот! Поймала? И что же это? Фломзы. Просто мне кажется, кроме фломастеров на букву Ф и в школу и взять нечего. Форма. Форма, школьная форма. Кстати, кто хочет шопинг, выбирая школьную форму, пишите. Поставьте лайк, поставьте лайк, пожалуйста. Какая следующая буква? Не помню. Буква Х. Мам, ну я не знаю, что взять на букву Х, но я хочу все знать, чтобы быть отличницей в школе. Ты хочешь все знать? Да. А ну быстренько собирайся. Собирайся, пошли, у меня есть одна идея. Вставай, пошли. Ну что, Маша, ты поняла, куда мы приехали? Мы приехали на передачу. Хочу все знать. Ты должна перед школой все выучить, все вспомнить. И все должна знать. А полную версию этой передачи смотрите на канале Агу-Гу-Гу. И на телеканале Пиксель. Так что не пропустите. А сейчас начинается самое интересное. Сможет ли Маша справиться с челленджем и забить все яйца в эти стаканы? Я решила тоже попробовать закинуть вот это деревянное яйцо в этот стакан. Мне кажется, это нереально, это была какая-то подстава. Сейчас будем пробовать. А что, куда ударят нам? По тарелке? Да. Как это? Это нереально. Реально. Это волшебство, я в шоке. Вот это поворот. Ну что, на передаче хочу все знать. Я узнала все. Поэтому мы отправляемся дальше. Готовиться к школе. Это да. А вы пробовали это повторить? Это реально какое-то волшебство. И следующая буква С, церковь. А вы пишите еще в комментариях, вы на букву С какую-то канцелярию знаете? И на букву Ч? Черновик. Ну у тебя нет черновика? На то у меня есть старая тетрадка. Зачеркиваем, пишем тут. Форму. Открываем тетрадь. Ой, тут что-то было написано. Сейчас все исправим. И опля, у нас готов черновик. Ну, правда, тут листиков меньше. Но я думаю, это сойдет. И на букву Ш я возьму много шариковых ручек. Я их просто обожаю. Они у меня тут разные. Есть с пандами, да. Это машинаша. Кто не подписан на мой лайк, вот мой ник. Подписывайтесь. Ссылочка будет в описании. С единорожком, ежиком, пушком, ручки, стирачки. Буква Щ. Я возьму с собой, как настоящая девочка, щетку. Как же это в школу ходить с длинными красивыми волосами и не взять с собой щеточку? Так, и что же ты возьмешь на букву Э? Элсон. Маш, ты вообще в школу собираешься или на какой-то праздник? На праздник. Школа для меня всегда праздник. А на букву Ю что ты хочешь с собой взять? Я думаю, ни один из вас не ходит в школу без Ютуба. А Ютуб где есть? Правильно? Телефончики. Вот. Челлендж есть челлендж. Бери с собой Ютуб в школу. А на букву Я что ты возьмешь? Яблоко. Ну да, конечно, конфеты, жвачек уже набрала. Вот тебе яблочко в школу. Спасибо. Вы пишите в комментариях, что Маша забыла взять с собой в школу на буквы алфавита. Что нужное она не взяла. Ну вот я уже и собралась к школе по алфавиту. И всем, кому понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Наша Маша на мой инстаграм, на мой лайк. Все будет в описании. Всем пока-пока. И сейчас я вам придам приветики. Привет, мои любимые подписчики.